Это вам не лего. Своими руками собрать легендарные 30-ти тонны Т-34 шипуновцы решили два года назад. Владимир Малахов, руководитель военно-исторического клуба «Боевая колесница» и мастера Валерий Политов и Иван Гончаренко. Подняли архивы, нашли чертежи оригинала и за работу трудились 9 месяцев. Поставили у нас танк Т-62 и сегодня дети, молодежь, подрастающее поколение смотрят на него и думают, что на этих танках воевали. Мы решили показать именно танк такой, какой он был, танк, какой он воевал. За годы производства Т-34 был модернизирован около 37 раз. Его выпускали на шести разных заводах, переделывали, дорабатывали. Но такие со сварной башней были первыми. И цвет у них был не зеленый, а так называемый защитный. И тут реконструкторам удалось повторить оригинал. А вот ходовую часть взяли у тягача АТТ, который был разработан в 1948 году на базе танка. Остальное сделано своими руками. Ну, а варили мы его, ну, с разных листов, с разного металла. Тут всякий металл присутствует. Ну и, конечно, что не получалось, снова переделывали. Ну, доводили, как бы сказать, вот то, что вы видите. Он настоящая боевая машина. А делали мы его по чертежам Сталинградского тракторного завода. Сегодня все, кто заезжает в село с юго-западной стороны, прямо у дороги видят блестящий, только что покрашенный Т-34. Этот танк – памятник тысячам солдат Великой Отечественной войны. Легенда, верный боевой товарищ советских танкистов. В августе он будет участвовать в реконструкции Днепровский рубеж в селе Шипунова. Тата Георгиан, Анастасия Ланкина, Дарья Андреева. Новости.